Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы говорим о развитии инвесторского мышления и формировании собственных инвестиционных портфелей. Сегодня поговорим опять уже, наверное, с одной стороны, тема, напившая о скомен, но все же инфляция. В отношении России введено большое количество санкций, курс доллара вырос достаточно сильно, инфляция в России разгоняется, отдельные аналитики заявляют о инфляции в 20-25, кто-то говорит о инфляции в 30%. Сегодня в видео хотелось бы поговорить в принципе об инфляции, в частности в России, поговорить об инфляции в принципе в мире, что происходит, какие она внесет риски, какие, может быть, инструменты могут защитить денежные средства от инфляции. Смотрите данное видео до конца, чтобы получить ответы на такие непростые, казалось бы, сейчас вопросы. Опять же, прежде чем перейти к контентной части, хочется призвать всех подписчиков канала пройти по ссылке под данным видео, подписаться на телеграм-канал для того, чтобы обезопасить. В любой момент YouTube может быть заблокирован или канал может быть заблокирован. Чтобы не потерять связь, чтобы получать оперативное видео, переходите, регистрируйтесь в канале. В канале будем размещать наши самые свежие видео. Давайте про инфляцию. Традиционно мы проведем это видео в формате вопрос-ответ. Помогает Дарья. Итак, давайте начнем. Скажите, пожалуйста, инфляция выше ключевой ставки Центробанка. К чему это приведет? Когда мы говорим об инфляции, которая выше ставки Центробанка, и многие на самом деле пугаются этого. Давайте говорить все-таки о цифрах конкретных. Официальные цифры данных Росстата у нас таковы, что уровень инфляции в марте 2022 года составил 76%, то в 7,61 с начала 2022 года, 9,95, в феврале 2022 года 1,17. То есть инфляция официальная 9,95. Ставка рефинансирования Центробанка составляет 17,5. То есть ставка рефинансирования пока формально выше инфляции. Просто на инфляцию есть факторы временные, которые влияют, есть факторы постоянные, которые влияют. И мы тоже на одном из видео это рассматривали. Вот здесь вот ссылочка будет, где мы об этом говорили. Если мы говорим непосредственно в Россию, то есть факторы, которые приводят к инфляции. Классические факторы связаны с тем, что растут располагаемые доходы населения. Экономика находится в стадии роста. На этом фоне люди активно потребляют. Производители товаров и услуг импортера не справляются с растущим спросом. И цены на товары растут. Да, вот классическая такая инфляция, которая бывает. Нет. Вторым фактором инфляции являются, назовем это, нерыночные факторы. Это санкции, которые наложены. Это курс валюты, который влияет непосредственно на цены в России очень сильно. Это разрыв логистических цепочек поставок. Если мы, допустим, говорим про Европу или про Америку, значительный вклад в инфляцию вносит цены на энергоресурсы, сколько составляют. То есть цены на энергоресурсы, там, на нефть высокие, на газ высокие, электричество дорогое, транспортировка дорогая, логистика дорогая, и на этом фоне, соответственно, растет. И тогда нужно понимать, какова продолжительность постоянных факторов, влияющих на инфляцию, и продолжительность факторов, которые имеют некий временный характер. То есть даже если мы говорим о санкции, экономика все равно к санкциям может адаптироваться. Поэтому, возвращаясь к вопросу, инфляция выше ключевой ставки Центрального банка, я бы не стал говорить, что в настоящий момент она выше. Второй момент, что в России конкретно влияет сейчас на инфляцию, конечно же, валютный курс. И мы говорили в предыдущем видео по поводу доллара, что происходит с курсом доллара. Курс, скажем так, нерыночный. Факторов неопределенности очень много. С одной стороны, вот та реальность, в которой мы живем сейчас, которая касается курса, мы видим, что здесь есть жесткие меры со стороны Центрального банка, которые увеличивают предложения и сбивают спрос. Постепенно Центральный банк это ослабевает, чтобы опять привести к рыночному ценообразованию валютной пары. Но у нас есть очень большой такой навес, который висит неким таким домокловым мечом. Это заблокированные средства нерезидентов, которые не могут продавать российские активы. Ни недвижимость, ни акции, ни облигации, которых, если окно возможности откроется, и Россия согласится, допустим, в обмен на разблокировку золотовалютных резервов выпустить нерезидентов, они могут действительно поступить, что они будут продавать российские активы, получать за это рубли, за рубли покупать доллары, и курс доллара может вырасти. Поэтому, когда мы говорим про инфляцию, нужно понимать, что это преимущество на временные факторы, и прогнозировать, наверное, по мере стабилизации ситуации. Сейчас спрогнозировать это достаточно сложно. И опять, каким образом можно защититься? Диверсификация, диверсификация, еще раз диверсификация. То есть, вкладываться в проинфляционные инструменты, которые защищают от инфляции. То есть, это являются драгоценные металлы, это являются реальные активы, которые можно непосредственно приобретать. Это акции компаний, которые свои инфляционные издержки могут переложить на потребителя, и потребитель никуда не денется, будет это платить. И поэтому, таким образом, можно предварительно говорить о защите от инфляции. А будет ли она вообще увеличиваться? Как долго будет продолжаться операция? Ну, то есть, давайте тогда так сделаем. Мы сейчас говорим об инфляции в России. То есть, обязательно подписывайтесь и на наш канал в Ютубе по-прежнему, и на Телеграм-канал, чтобы получить новое видео. Я думаю, что мы отдельно выпустим в Телеграм-канале видео, посвященное глобальной инфляции. А сегодня давайте именно поговорим про Россию. И будет ли увеличиваться инфляция. То здесь нужно понимать, что у нас действительно разрываются логистические цепочки. У нас есть факторы, которые пока формально говорят о том, что в России закупают меньше энергоресурсов. Но если мы говорим о качественном росте инфляции, то в России, в принципе, о качественном росте инфляции можно забыть с 2014 года. У нас реально располагаемые доходы населения не растут. Цены можно увеличивать, если вы завозите импортные товары, а у вас курс доллара, допустим, составляет 150. Конечно, ценники будут переписаны. И тогда, если мы говорим об индексе цен на товары, они будут переписаны, цены вырастут. Но мы это тоже наблюдали, да, когда цены выросли, а люди не то что не готовы платить такие денег, у них нет денег, чтобы заплатить, но просто нет. И опять у нас будут включаться рыночные заказанные спросы и предложения. То есть, да, импортные товары вырастут в цене, они будут стоить дороже, но опять-таки их покупать не будут. А у людей нет располагаемого дохода достаточного для того, чтобы приобрести эти товары и услуги. И тогда рыночные заказанные, они сработают. Или производитель товаров и услуг будет искать какую-то альтернативу, я не знаю, импортозамещение, да, производитель на территории страны, какие-то аналоги. Или он будет банкротиться, да, то есть эти товары просто будут уходить с рынка. То есть количество товаров уменьшится, они станут более бюджетные, они могут стать хуже по качеству. Но это то, в какой ситуации, возможно, придется жить. Нам в следующие полтора-два года, пока экономика не адаптируется, пока не будут найдены новые цепочки поставок, как новая логистика налажена, то есть где мы будем получать вот эти вот выпадающие товары. Но пока, я думаю, что до конца года инфляция, скорее всего, будет увеличиваться. И диапазон в 15-20% можно ожидать. Почему быть готовым населению? Нужно быть готовым к тому, что инфляция будет увеличиваться. У нас сейчас с опытом после 98-го года, 2008-го года, вся розница стала очень прошаристой, когда многие компании в 98-м году обанкротились из-за резкого курса доллара, то есть сейчас очень быстро переписывают ценники, очень быстро переписывают. То есть тут же перекладывают на потребителя. Поэтому каким образом можно обезопасить себя? Это, во-первых, если планировались какие-то товары долгосрочного пользования, в принципе, можно рассмотреть для себя, но если вы понимаете, что это необходимо. Второе, как я уже говорил, это покупка металлов, золота, того же самого алмазов, то есть неких таких проинфляционных инструментов, которые позволяют защититься, в принципе, от глобальной инфляции, которая во всем мире, в принципе, разгоняется. Третья, не знаю, не рекомендация, а третий совет, который можно было бы дать. Если у вас есть кредиты, которые были оформлены ранее, потому что люди боятся высокой инфляции, здесь нужно рассмотреть очень внимательно свои активы, которыми владеете, активы, которые куплены в кредит. Если есть ранее оформленные кредиты, и банки для вас не пересмотрели условия кредитования, то есть запрещено это делать по договору, не старайтесь быстро погашать кредиты. То есть если у вас есть кредит под низкую процентную ставку, значительно ниже ключевой ставки центрального банка, здесь можно смотреть в качестве альтернатив размещение средств на каких-то депозитах среднесрочных с более высокой нормой доходности. Здесь можно смотреть про инвестиции в облигации. Не обязательно ОФЗ можно смотреть куда-то в район корпоративного сектора, где высокий уровень надежности заемщика, и там с финансовым положением все стабильно, но при этом привлекательные нормы доходности присутствуют. Здесь можно смотреть на частичную, опять-таки я говорю частичную, там может быть на 15-30%, потому что в связи с инфляцией же скорее всего будут все-таки и пенсии индексироваться, и доходы бюджетников будут индексироваться, работникам, соответственно, будет какое-то повышение, то есть не прямо на уровень инфляции, но чтобы вот этот вот демпфер был, он, соответственно, будет использоваться. И вот эти вот высвободившиеся деньги не нужно направлять на погашение дешевых кредитов, потому что часто приходится слышать, что люди говорят, ну в кризис лучше с кредитами не входить. И я тоже порой так говорю, но вот именно в текущих условиях, когда мы говорим об инфляции, может быть, в 15-20%, здесь имеет смысл как раз-таки оставить кредит потребительский под 15%, а свободные деньги направлять не на погашение этого кредита, а направлять на покупку реальных активов, которые вот эту инфляцию позволяют перекрыть. Сюда же можно отнести опять-таки про Сургутнефтегаз мы говорили, то есть каких-то компаний-экспортеров, Роснефть можно рассмотреть, акции Роснефть в покупке, акции компании, Газпром тот же самый, потому что, да, часть компаний отказываются от выплаты дивидендов, но через 2-3 года они в любом случае дивиденды заплатят, а уровни, на которых находятся цены этих акций, они достаточно привлекательны, и здесь вы, соответственно, в дальнейшем на перспективу, в 2-3 года инфляция будет снижаться, акции могут обеспечить определенную норму доходности, защитить от инфляции в том числе, оставшуюся сумму кредита просто потом быстро можно будет в течение 2-3 лет погасить за счет того, что вы более грамотно обращаетесь со своими денежными потоками. Вот если говорить о преимуществах инфляции, то есть не впадать вот это вот в отчаяние, да, жить мы будем плохо, все дорожает. Ребята, у любой ситуации, даже высокой инфляции, есть две стороны. То есть всегда есть выигравшие, всегда есть проигравшие. В экономике всегда есть две стороны, покупатель и продавец. Я бы, наверное, фокусировался на таких вещах. Стоит ли вкладываться в банки Российской Федерации? Если стоит вопрос вкладываться в депозиты, но мы уже видим, что когда Центральный банк резко повысил процентную ставку, банки тоже подняли доходность банковских депозитов. Центральный банк снизил ключевую ставку до 17,5. Банковские депозиты, на самом деле, через две недели уже упали с 19-20% годовых до 12-13% годовых. То есть банки действуют опережающими темпами. Банки прекрасно понимают сигналы Центрального банка, которые не прямым текстом, но в принципе сигнализируют о том, что уже к лету может быть процентная ставка снижена до 13-14%, а до конца года, может быть, до 10-12%. И поэтому здесь ловить в банках особо нечего, потому что банки тоже очень быстро и оперативно на это реагируют. Причем они не дают привлекательную норму доходность на длительный промежуток времени. Один месяц, внутри месяца максимум. А через три месяца будет уже совершенно другая ситуация. Поэтому я бы рассматривал здесь больше, наверное, рынок долговой. Это рынок облигаций. Если недостаточно самостоятельных знаний по поводу отбора облигаций, по поводу определения кредитного качества эмитента, то посмотрите на биржевые паевые инвестиционные фонды, которые торгуются в России, которые торгуются через российских брокеров, даже под санкционных страшного в этом ничего нет. То есть купите биржевые фонды облигационные, потому что эти ребята, я думаю, очень хорошо сейчас сформировали портфели, они воспользовались этой ситуацией, этой возможностью, и бенефиты, прибыли, они будут получать в следующие 2-3 года. Потому что там, я думаю, была такая структурная реабилансировка, стоимость паев снизилась, в том числе биржевых фондов облигаций. Поэтому, если говорить о том, вкладывать ли на банковские депозиты или посмотреть на рынок облигаций, я бы смотрел на рынок облигаций. В случае, если человек действительно понимает и умеет оценивать конкретную облигацию, может свой портфель облигаций формировать. Если знаний для этого недостаточно, то можно, соответственно, покупать биржевые и паевые фонды облигаций. Опять-таки, отдельные имена я назову в телеграм-канале. Ссылочка на телеграм-канал, соответственно, под этим видео находится. Обязательно проходите, подписывайтесь. Там будут названы конкретные имена биржевых фондов, которые, на мой взгляд, имеют смысл включать в портфель вместо размещения средств на депозитах в банке. Сейчас многие переводят свои активы в недвижимое имущество. Это правильная тактика? Недвижимое имущество, но здесь сейчас очень много споров по этому поводу идет, недвижимость является ли способом защиты от инфляции или нет. Но при этом есть так называемый эффект базы, откуда мы начинаем расти. В принципе, ковидные годы, когда была оказана поддержка, когда была введена льготная ипотека, привела к тому, что вот эта вот льготная ипотека, очень большой спрос, который был на недвижимость, и так взвинтил цену на недвижимость. И тогда, если мы говорим, что недвижимость должна отработать инфляцию, то есть, условно, цена на недвижимость на уровень инфляции должна вырасти, нужно понимать, что ценообразование, оно все равно подвержено рыночным законам спроса и предложения. То есть, если ты покупаешь недвижимость и ждешь, что на уровень инфляции она будет и дальше расти в цене, тоже нужно понимать, а будет ли у людей расти сопоставимые доходы. Потому что цена, она определяется спросом и предложением. Спрос, его выжигали, да, то есть низкими процентными ставками. Всех, кто хотел взять в ипотеку, взял. Уже это привело к росту цены. Верите ли вы в то, что это будет и дальше расти? Если глобальные рынки для российских инвесторов будут закрыты, если все равно будут какие-то ограничения по валютному контролю, ну, условно, если мы будем повторять историю Ирана, которые обложили санкции, да, и оттуда достаточно сложно вывести капитал, хотя все равно они там и нефть продают, другие сырьевые товары, да, то есть все равно выходы нашлись, да, то есть все равно капиталисты подстроились к этому. Но цены на недвижимость выросли очень сильно. И фондовый рынок вырос очень сильно. Почему это произошло? Потому что когда вы находитесь в замкнутом пространстве, то есть денежная масса есть, денежная масса присутствует, все равно доходы получаете, но во внешний мир вы инвестировать не можете. Сделать там широко диверсифицированный портфель вы не можете. И в этом случае возникает вопрос, ну, то есть инфляция высокая, что меня защитит от инфляции? Недвижимость, что понятно, если в Иране, допустим, сейчас, по прошествии, сколько там, 10 лет санкций, у них порядка 48% населения инвестируют в фондовый рынок, у нас этот показатель составляет там что-то в районе 14%, по-моему, процентов. Ну, то есть разница достаточно большая. Но у нас традиционно в недвижимости очень много вкладывалось. И поэтому недвижимость, она еще может, ну, опять-таки, вопрос, насколько продолжительная инфляция будет, да, как долго это продлится. Она может подрасти, но если говорить про эффект базы, капитализация российского фондового рынка, всего фондового рынка российского, в настоящий момент в два раза меньше капитализация фондового рынка Ирана, который замкнутый, который закрытый. И поэтому, когда говорят об эффекте базы, о возможности, которую можно использовать, я лично для себя делаю ставку именно на российский рынок, даже если он будет замкнутый. Если будут наложены ограничения по поводу того, куда вкладывать, ну, то есть за рубеж переводить денежные средства именно для инвестиций, на зарубежные счета выводить деньги, то я понимаю, что там недвижимость, она и так отмахала, да, сколько уже процентов, а фондовый рынок, он уже упал. То есть недвижимость-то еще не упала. То есть недвижимость вообще никаким образом не отреагировала. На то, что количество денег, которое у людей у нас остается, меньше стало. Количество денег, которое при инфляции, допустим, в 20%, у людей, которые год назад брали ипотеку с доходом 100 тысяч рублей, и у них там, я не знаю, было 50 тысяч рублей, которые они могли направлять на выплату ипотеки, то через год при зарплате той же самой 100 тысяч рублей инфляции 20%, у них будет оставаться, в принципе, на жизнь там не 50 тысяч рублей, 60, а будет оставаться на 20 тысяч меньше. То есть будет оставаться 30 тысяч. А тебя платишь по ипотеке 50, что ты будешь с этим делать? И это риски присутствуют, потому что объем выданных ипотек был очень большой. И инфляции такой высокой не было, а сейчас она будет. И она неизбежно ударит по кошелькам. И что тогда произойдет с рынком недвижимости, которой много были оформлены сделок, именно первичных сделок на первичные объекты недвижимости, взятые в ипотеку. Эти риски присутствуют, с ними нужно быть очень осторожным. Как сейчас прогнозировать, какие будут движения, достаточно сложно. Если снова смотреть на перспективу 3-5 лет, для меня выбор, наверное, все-таки в пользу фондового рынка России. Опять же, нет экспертизы по подбору портфеля. Индексные фонды покупаете, да, с низкими транзакционными издержками. Биржевые, паевые, инвестиционные фонды, которые через брокеров можно покупать. Отдельные брокеры там предоставляют возможность вечный портфель сформировать. То есть там уже диверсифицированный портфель. Погружайтесь в это направление более глубоко, да, потому что там стоят реальные активы. И там, если будет высокая инфляция, она неизбежно скажется на ценах акций и облигаций в том числе. Когда ожидать торможения роста инфляции? Когда появится определенность. То есть мы просто сейчас живем в мире, где мировая экономика жила по определенным правилам 70 лет. И Россия с 90-х годов интегрирована была в эту мировую экономику. А сейчас взяли и эти правила отменили, да. То есть сказали, ну вот Россия, ты отдельно, вот тебе черная метка, да, для тебя эти правила не работают. То есть как адаптироваться экономика? То есть у нас все равно есть рыночные законы, у нас все равно есть предпринимательство. Будет тяжело. Когда это произойдет? Сейчас на этот вопрос, я думаю, никто не ответит. И пытаться на этом сыграть как-то, заработать там или защититься, я думаю, не совсем правильно. В текущих условиях правильно иметь диверсифицированный портфель. То есть иметь классы активов, в первую очередь, которые зависят от инфляции. То есть если инфляция растет, то акции тоже растут. То есть если вы, допустим, являетесь акционером магнита, магнит будет переписывать ценники, то он будет перекладывать на потребителя непосредственно инфляционные издержки. Да, количество ассортимента сократится. Не так много будет возможностей выбора. Но тем не менее продукты, хлеб, яйца будут покупать. То есть, соответственно, ритейлер, он все равно будет эти инфляционные риски перекладывать для того, чтобы зарабатывать для акционеров. Поэтому можно становиться акционером такого рода компаний и зарабатывать. Российские сырьевые компании тоже хорошая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова